Разрушительные тропические циклоны, ураганы, тайфуны. Тропический циклон представляет собой вихрь, закрученный по часовой стрелке в южном полушарии и против часовой в северном. Если посмотреть на него сверху, то можно увидеть спиралевидную форму с так называемым глазом бури посередине. Глаз бури — это отверстие, в котором царит штилевая погода с более высокой температурой. Опускаясь, теплый воздух попадает в более холодные первые витки спирали, образуя высокую разницу в давлении, которое в свою очередь и раскручивает спираль. Тропический циклон со скоростью ветра более 15 метров в секунду называют штормом, бурей. А свыше 30 метров в секунду или 118 километров в час — ураганом. Термин «ураган» используется для циклонов в Атлантическом океане. На западе Тихого океана ураганы называют тайфунами. В Индийском океане — циклонами. У берегов Австралии — Вилли-Вилли. В океане — Вилли-Вау. А на Филиппинах — Багио. Личное имя тропическому циклону присваивается, когда скорость ветра превышает 60 километров в час. Интересно, что традиция давать атмосферным аномалиям имена уходит корнями в XX век. Австралийский метеоролог Клемент Раг стал называть их именами тех членов парламента, которые не голосовали за предоставление кредитов на метеоисследования. Мощность урагана измеряется по шкале Сафира-Симпсона и может достигать 5 баллов, когда скорость ветра превышает 70 метров в секунду. Ураганы высшей категории — явление редкое, однако иногда случаются и они. Заметим, что не так разрушителен ураган, как масштабные наводнения, которые он вызывает. Подробнее о самых сильных наводнениях смотрите в выпуске номер 75 «Климат-контроль» на канале АЛЛАТРА НАУКА. В текущем видео мы рассмотрим ураганы Камилла, Катрин и Харви, а также тайфун Бхола. Сформировавшись 17 августа 1969 года у западного побережья Африки, циклон, впоследствии получивший название Камилла, неожиданно изменил свой изначальный маршрут, обрушившись со скоростью 90 метров в секунду на штат Миссисипи. Ураган Камилла вызвал проливные дожди, которые, в свою очередь, послужили причиной схода многочисленных оползней и возникновения сильнейшего наводнения, в результате которого пострадало чуть более 9 тысяч человек. Камиллу часто сравнивали с другим мощным ураганом, который, хоть и двигался по другой траектории, достиг того же побережья штата Миссисипи в США в 2005 году, развив скорость в 75 метров в секунду. В результате разгула стихии пострадало более полумиллиона жителей. Вследствие начавшегося наводнения город Новый Орлеан практически полностью погрузился под воду. Отметим, что не всегда масштабность разрушения зависит от категории урагана. Так, тайфун Мхола, пронесшемуся по территории Восточного Пакистана и Индийской Западной Бенгалии 12 ноября 1970 года со скоростью 65 метров в секунду и вызвавшему 8-метровое цунами присвоили всего третью категорию. Несмотря на это, число пострадавших составило полтора миллиона человек. Практически все жители были предупреждены о скором ударе стихии, но лишь 1% населения региона предпринял попытки найти убежище. Неразвитая сеть дорог, дефицит необходимого транспорта, неоперативность в проведении эвакуации населения – все эти факторы усугубили ситуацию в регионе. 26 августа 2017 года мощный ураган Харви достиг штата Техас в США. Был объявлен режим чрезвычайного положения в 50 округах штата. Скорость ветра составляла 58-70 метров в секунду. Ветер срывал крыши с домов. Без электричества остались более 330 тысяч человек. Местами выпало свыше 125 сантиметров осадков. Были эвакуированы тысячи человек. Во времена надвигающихся катаклизмов важно глобально и быстро менять ценности общества, начиная с себя, с потребительского формата на духовно-нравственный, созидательный формат, где добро, человечность, совесть, взаимопомощь, дружба, доминирование духовно-нравственных основ стояли бы на первом месте во взаимоотношениях между людьми, независимо от их национальности, вероисповедания, социального статуса и иных условных искусственных разделений мирового общества. Нам следует перестать закрывать глаза на происходящие события и взять ответственность за то, что происходит в окружающем мире. У нас одно место проживания — Земля. Одна нация — человечество. Одна ценность — жизнь. Мы сами выбираем, каким быть нашему обществу. Выжить в это непростое время нам удастся, лишь объединив научный потенциал всего мирового сообщества. Также необходимо ускорить изучение стратегически важной для выживания человечества науки, исконной физики АЛЛАТРА. Будущее человечества в руках самих людей. Важно всегда и везде оставаться человеком. Объединение людей — залог выживания человечества. О новых технологиях, неизведанных ресурсах Земли, мифах и реальности относительно текущего положения человечества и многом другом смотрите в разделе на канале АЛЛАТРА НАУКА. Дыхание жизни, научные разработки, новые технологии. Ознакомиться подробнее с нашей деятельностью, задачами и целями можно на сайте allatravesti.com в статье «Команда проекта Климат-контроль». Единство в Духе порождает единство в мире. О климатических событиях в мире и решении климатических проблем читайте на сайте geocenter.info, а также на сайте allatradefiscience.org и в докладе ученых AllatRa Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.